Десногорские дети Десногорские дети А теперь об этих и других новостях Дом культуры профсоюза в Смоленске может закрыться из-за нехватки средств Недавно он лишился своего основного источника дохода Руководство сдавало в аренду более тысячи квадратных метров помещений В конце мая арендатор прервал договор и съехал Несколько десятилетий в учреждении культуры работали два десятка кружков Большая часть из которых была бесплатной В общей сложности во дворце занимаются более тысячи человек Если к сентябрю дворец культуры профсоюзов не найдет нового арендатора Учреждение культуры со столетней историей может прекратить свое существование В Смоленске прошел день азербайджанской культуры Гости мероприятия смогли попробовать ароматный плов Рис для которого привезен из Линкарани Девушки исполнили национальные танцы В настоящее время в нашем регионе проживают более 12 тысяч азербайджанцев По словам организаторов, такие мероприятия помогают укрепить дружбу народов И помогают развитию отношений между представителями разных стран 9 июня в преддверии Дня России ребята из лагеря Детского дома творчества Вышли на улицы и провели патриотическую акцию Дети вместе с вожатыми провели акцию на центральных улицах города Они раздавали ленточки триколора прохожим Главная цель мероприятия – напомнить десногорцам о важности этого праздника Мире без войны, а также развитию школьников нравственно-патриотические чувства День России – это праздник для всех, кто живет в России Напомню то, что мы живем в России, в самой большой стране Чтобы все люди жили дружно и добро и радостно День России создан для того, чтобы все народы Советского Союза были дружелюбными Дружились друг с другом и мирными Мы собрались здесь с общей целью, чтобы напомнить людям любви к своей родине И поддержать мир во всем мире Эти ленточки являются символом напоминания, что они должны любить свою родину и гордиться ей Дети с большим удовольствием приняли участие в акции Всего им удалось раздать более ста лент Акция «Российский триколор» пройдет в праздничные дни по всей стране В Смоленской области подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, дети» Не все водители соблюдают правила перевозки несовершеннолетних С начала года уже выявлено более двух тысяч подобных нарушений Автоинспекторы провели более ста занятий по правилам безопасного поведения на дорогах С привлечением мобильного детского автогородка Хотелось бы напомнить родителям о недопущении выезда детей, использующих современные средства передвижения Сигвейгера, скутер и моноколеса на дороге общего пользования С наступлением долгожданного лета свою работу начал оздоровительный детский лагерь дневного пребывания «Созвездие» Как прошло торжественное открытие первой смены, смотрите в нашем сюжете 7 июня актовый зал детского домотворчества был полон детворы Все находились в ожидании настоящего праздника Так и произошло Для ребят была организована насыщенная развлекательная программа, в которой приняли участие все без исключения Вожатые и воспитанники лагеря представили на сцене свои отряды Они подготовили зажигательные танцы, красочные плакаты и девизы В этот день ребята дружно исполнили добрые песни Всего лагерь посещают 134 ребенка Сформировано 5 отрядов Один из них трудовой, другой отряд спортсменов-баскетболистов Вся воспитательная работа направлена на оздоровление и развлечение ребят Первая смена лагеря закончится 30 июня А те, кто не успел, могут попасть во вторую смену, которая начнется в июле В связи с открытием пляжного сезона на территории региона Количество отдыхающих на реках и озерах области значительно увеличилось Сотрудники ГИМС МЧС России по Смоленской области регулярно проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды И рыбаками о правилах поведения вблизи водных объектов И необходимости наличия при себе средств спасения Проверят соблюдение судовладельцами правил эксплуатации маломерных судов Правил безопасности и ограничений, установленных действующим законодательством Проехать более тысячи километров за рулем и не растерять оптимизм и бодрость духа Именно так, с хорошим настроением из Соснового Бора в Десногорск, 9 июня автопробегом прибыл десант строителей ЛАЭС-2 Представители молодежного движения строительного холдинга «Дитан-2» прибыли в город Атомщиков Свою акцию они приурочили к Дню России и пуску первого энергоблока Ленинградской АЭС-2 Привет, Десногорск! От Соснового Бора до Десногорска достаточно далеко. Когда ехали вообще? Хорошо, спокойно, компания веселая, с остановками, с весельем Легко было на самом деле. Некоторые думали, что да, тяжело, хотя это у нас не самый большой перебег Вот до Оулу мы ездили, это Финляндия, практически север Там было подольше, но правда там мы ездили с ночевкой в пути А тут одним днем Участники автопробега посетили музей истории Смоленской АЭС и интерактивный кабинет Где смогли познакомиться с нашей станцией и поучаствовать в викторине Автопробег на объекты атомной отрасли стал уже традицией За 7 лет проведения молодые активисты Соснового Бора побывали на Игнолинской АЭС В строящихся станциях Финляндии и Беларуси, в Калининграде, Петрозаводске и на других площадках Всего преодолено около 10 тысяч километров В этом году объектом посещения стала Смоленская АЭС Мы просто в курсе, что в ближайшем будущем, так же как и у нас У вас планируется сооружение замещающихся мощностей И мы приехали посмотреть Смоленскую землю Как тут у вас, может когда-нибудь после того, как мы построим Ленинградскую станцию Наши сотрудники приедут и к вам у вас еще построим Сосновоборцы погуляли по Десногорску Посетили достопримечательности и берега нашего водохранилища Почти все, приехавшие на Смоленскую землю, уже не первый год участвуют в подобных автопробегах Регулярно, каждый год езжу по всем атомным станциям Смотрю, радуюсь, делюсь опытом Также гости города не могли не посетить полномасштабный тренажер блочного щита управления Где они смогли почувствовать себя в роли операторов Поуправлять реактором и ощутить всю ответственность работы на станции Пришли сюда на блочный щит управления, ВТЦ, как на родное Поэтому все знакомо и чувствуешь себя действительно как дома И действительно как в единой команде Конечной точкой визита стал музей поискового движения Десногорска Директор Наталья Демьянова рассказала гостям о работе наших поисковых отрядов Об экспонатах времен Великой Отечественной войны Провела по залам, в которых бережно и кропотливо собрана история тех страшных лет Участники автопробега остались под большим впечатлением от экскурсии по городу Первый раз, хоть есть у нас своя атомная станция, свой учебный тренировочный центр Первый раз поуправлял реактором, забавно, очень интересно Хотел ввести его в аварию, не получилось Система меня скорректировала и предотвратила аварию Нас привели в информационный центр ваш И вот это, конечно, поразило нас К своему стыду хочу сказать, что у нас в нашем городе, который больше вашего в три раза Нет такого информационного центра И, ну, все, есть к чему стремиться Безумно, ну, беспрекрасно скажу, что очень интересно Из Десногорска участники автопробега отправились в Смоленск Завершится акция в Сосновом Бару 12 июня Немного о спорте В Смоленске завершился чемпионат и первенство центрального и северо-западного федеральных округов по легкой атлетике Лучшие спортсмены из разных регионов состязались за право выступить на главном старте сезона – чемпионате России Смоленские легкоатлеты показали отличные результаты Статус одного из лидеров России в беге на 3 км с препятствиями подтвердил смоленин Никита Дворецкий Высокие результаты показали и другие смоленские легкоатлеты, закрепившиеся в статусе лидеров в своих видах Это позволило нашей команде в общем зачете стать второй в юношеском возрасте и четвертой в юниорском и взрослом Воспитанники детских лагерей активно проводят досуг 9 июня они собрались во Дворце молодежи, чтобы посоревноваться в меткости В соревнованиях по дартсу приняли участие воспитанники оздоровительного лагеря первой школы Они разделились на команды и по очереди метали дротики, стараясь попасть как можно ближе в центр мишени Задача набрать наибольшее количество очков и обойти соперников Ребята остались довольны тем, что приняли участие в таких состязаниях Нам понравилось играть Я один раз попал в цель, ну прям в точку, в красную У меня было 53 очка Нам понравилось играть, было интересно Ты можешь посоревноваться между другими командами Это командная игра, вы болеете за друг друга, интересно По словам тренера Алсу Криштопик, такие встречи создают у детей командный дух И помогают им вместе преодолевать различные препятствия Это расширяет в первую очередь кругозор, знакомит их с новыми видами спорта Не совсем традиционными и не очень принятыми в обществе Также отвлекает их от всяких ненужных привычек В любом случае развивает координацию Приглашаю всех желающих Дартс не имеет возрастных и каких-нибудь ограничений по здоровью Могут заниматься все, владеющие хотя бы элементарными навыками счета Вот дворец молодежи По итогам состязаний все ребята получили сладкие призы Традиционно в канун празднования Дня России на аллее за памятником Федору Каню Смоленские вновь зацвели девчата Оригинальное исполнение клумб в виде девушек в народных костюмах и цветов Впервые появилось еще в 2016 году А я желаю всем десногорцам удачных выходных и хорошего праздника На сегодня это вся информация Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале Но и на сайте desnadefestv.ru С вами был Виталий Волков Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok